Всем привет дорогие подписчики и зрители канала и я рад приветствовать вас в этот теплый летний вечер, а у кого-нибудь может быть и день, а может быть и ночь. Рад приветствовать вас на этом замечательном танцполе под бодрые ритмы техномузыки по своей стилистике, напоминающей саундтреки к боевикам 90-х, если кто смотрел. И сегодня мы будем играть в дополнение к Думу под названием Island от уже известного многим моим зрителям автора Бенджамина Джонсона. Однако прежде чем мы начнем играть, я хотел бы сделать маленький такой своеобразный подкастик, в котором прежде всего хотел бы извиниться за долгое отсутствие, ибо были большие проблемы с учебой. Однако сейчас я уже полностью освободился, защитил успешно диплом, и теперь видео будут выходить намного чаще. Будет как Дум, так и не Дум, монтажи по различным играм, также планируются стримы. Наконец-то я смогу заняться своей почти что любимой деятельностью в полную меру. Конечно же, то, что мы сейчас с вами видим, это не совсем танцпол, это всего лишь карта, на которой необходимо настроить графику. Однако я это уже, как вы понимаете, сделал, так сказать, по-профессиональному. И теперь нам осталось только выбрать количество травы, которая будет в нашей игре сегодня. Не той травы, которую курят, а вот этой вот замечательной травушке. Кстати, может даже всю включить? Нет. 30 фпс в особо жестких местах будут лаги. А нам надо, чтобы все было по самому высокому качеству. Ну, из доступного. Сюжетная предыстория у этого ВАДа очень простая. Поехал, значится, Думер в отпуск. И тут его самолет неожиданно разбивается, выживает только он один, и оказывается на каком-то острове. Так, твою бать, я помню аварию. Где я, на земле или в аду? К счастью, я захватил с собой бак 10 без того тупого пистолета, говорит наш Думер. И вот мы с вами на необитаемом острове. Что ж, давайте выясним. Ага. Походу, остров наш не так уж и необитаемый. Не такой уж и необитаемый. Потому что здесь у нас полно зомбези, которые хотят испортить отпуск нашему морпеху. Но мы им этого сделать не дадим. Правда ведь? Ну-ка, бежать. Опа, опа. Это прям как Вьетнам какой-то. Тоже такие сражения на зеленке. На пересеченной местности. Ну, кто еще желает комиссарского тела? Так. Даже в этом раю демоны захватывают землю, говорит наш морпех. Если быть точным, ну да, в принципе, земли. Хотя, если сделать здесь более литературный перевод, то он будет звучать так. Даже этот райский край хотят захватить демона. Хм. Неудивительно. Потому что мне, например, здесь реально нравится. И нравилось бы, пожалуй, на все сто, если бы в меня ежесекундно не летела дробь от вот этих крайне невежливых людей, которые ну никак не хотят делить со мной пляж. Интересно, а вода глубокая? А не. Так, котмель какая-то. Интересно, дадут ли нам в таком замечательном летнем ваде под водой поплавать? Хотелось бы это сделать, если честно. Опа. А пока давайте займемся отстрелом этих человек-бум-бумов с шотгунами. Еще один лови-хэдшот с дрободана. Ну? Закончились желающие захватить этот остров? Эй, я слышу звук падения кобдей, говорит наш герой. И действительно, скалы здесь опускаются и открывается вход в какую-то пещеру. Но прежде чем идти туда, давайте-ка еще раз внимательно осмотримся. Потому что вот, например, шотган подобрали двумя патронами. Аптеку давайте подберем. Вот еще патроны к нашему МАК-10. Возможно, что и к пулемету. Блин, вы только посмотрите, какая красотища! А если вот это вот, вот этот задний фон, солнце, динамик-лайты, динамическое освещение, то бишь, вот эту пыль какую-то непонятную. Если все это вот, представьте только, фантазируем давайте с вами немного взять и на машине времени переместиться в 93-й, так, 95-й года. И сказать, вот это вот, господа, Дум-3. Там народ, наверное, у них челюсть просто по всему, по всей штаб-квартире и Де-софвер развалится, когда они увидят такую красотищу. Да, было бы, наверное, забавно видеть лицо Кармака в тот момент. Ну да ладно. Смотрите-ка, даже цветочки есть. Собирать их нельзя, понятное дело. Это нам не какие-нибудь хелс-бонусы и аптечки. Ну что, давайте уже пойдем в пещеру и разведаем путь через нее. Посмотрим, что нас ждет в этом темном и мрачном подземелье. А заодно создадим слоты сохранения. Опа! Э, Тудель позади меня обвалился! Говорит. Ничего себе! Говорит наш герой. Вот это меня тут подстрелили через факел. Негодяи! Действительно, туннель позади обвалился и пути назад теперь у нашего героя нету. Только вперед! В неизвестности, бать ее! А пещера кишит вот этими зомбиками с дробовиками, которые так и норовят нам что-нибудь отстрелить. Какое-нибудь место. То лицо наше, то руку, то ногу, то какое-нибудь самое мягкое место. Если вы поняли, о чем я. Так. Я слышу... Ой! И не успел наш герой заявить о том, что слышит он шипение, доносящееся со всех сторон, как на нас начинают нападать какие-то химические импы. Так я их буду называть. Кидающиеся в нас радиоактивными соплями. Негодяи такие. Я думаю, что заядлые думеры уже наверняка давным-давно этого монстра опознали и даже знают, как он называется. Я его тоже видел в паре ВАДов, довольно-таки популярный на удивление монстрик. И эффект у него был такой же. По всей видимости, авторы ВАДов копировали просто код этого монстра и вставляли его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сопли летят со всех сторон. Так вот, если кто знает, как этот монстр называется на Реалме 667, то можете написать об этом в комментариях. Знаете, всегда интересно узнавать что-то новое. Даже если это что-то, ну такое, незначительное себе. Так-так, тем временем, вот таким вот неторопливым стрейфом мы, походу, всех перекромсали. Ух, их было так долго! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А вы-то еще кто? Дамочка, дамочка! Тихо-тихо-тихо-тихо! Я не думаю, что наш герой, отправляясь в отпуск, был против женского общества, но что-то подсказывает мне, что эти милашки с автоматами или с винтовками далеко не в его вкусе. Скорее всего, даже с винтовками с одиночным режимом стрельбы. С какими-нибудь Г-3 или еще чем-нибудь. Если меня смотрят заядлые оружейники, опять же, можете подсказать, у каких винтовок одиночный режим стрельбы приоритетен, но при этом они не являются снайперскими. А тем временем открылся проход дальше. И снова вперед в темноту. И наш путь освещают лишь... Бидончики здоровья! Все соберу. Никому не оставлю. Потому что эти ребята не заслуживают такого здоровья. Так. Они и так слишком здоровые. Вон как бесятся. Ага! Колючие импусики у нас тут. Все? Готовы? Сготовился. Headshot, бич! Ну вот. Обиделся и ушел. Какие-то ранимые импы попадаются. На удивление. Даже после своей смерти, после того, как ты их как-нибудь обзовешь, че это с ним было? Они даже трупами обижаются и уходят. Прямиком в ад нафиг. Хм. А пещера-то довольно скользкая, как я посмотрю. Неудивительно. Тут наверняка сыро. Ой. Хм. Лестница. Что-то я не наблюдаю здесь лестницы, друзья мои. Слушайте, как интересно-то выходит. Походу, что здесь переходы между уровнями оформлены примерно как во втором Квейке. То есть без всяких подгрузок, без всяких экранов заставки грузится следующая локация. Ушел. Интересно, интересно. О, а давайте-ка проверим одну вещь. А мы назад вернуться сможем? Так, 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 так. Патрончики. Да, смотрите-ка, мы можем назад вернуться в случае чего. Там у нас аптеки вроде оставались какие-то. Патрошки можно еще пособирать. Ну, пока все идет довольно просто. И знаете, судя по той карте Бенджамина Джонсона, которую я проходил ранее, редукс Е2М4, ежели кто помнит, мне кажется, что эта карта делалась Бенджамином раньше. Как бы он тренировался на ней, что ли, в искусстве маппинга. Потому что здесь как-то все более просто. Хотя по качеству не хуже. Ну, что же. В любом случае, пока что идет у нас такой ламповый размеренный геймплей. По уровню сложности даже напоминает, я вам скажу, первый Doom. Да-да-да, аж целый первый Doom. И даже первый эпизод, пожалуй. Пожалуй, даже самый низкий уровень сложности. Потому что реально, ну вы посмотрите на это, просто изи. На изи мы выносим довольно-таки большие толпы монстров. Только пару раз я поймал радиоактивными соплями в лицо. Ну да, ничего страшного. Чудодейственные аптечки корпорации вылечат все. От простуды до перелома челюсти. Ну и что-нибудь похуже. Наверняка тоже могут вылечить. Опа. Ух ты, ух ты. Какой-то дикий имп попался. Без перерыва начал фаерболами кидаться. Знаете, пожалуй, чтобы этих ежиков различать... Ой, твою бать. Посмотрите только на эту деревянную структуру. Да. Укрепления Урукхай в Вазенгарде просто отдыхают. Если кто смотрел Властелина колец, то им даже это в какой-то степени покажется знакомым. Такие вот конструкции. Ну что, давайте исследуем местное деревянное зодчество, которое, по всей видимости, захватили вот эти вот летающие помидорчики. На, получи. О-о-о-о. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Помидорчик. Все, скопустился. Да вообще, просто пока легкотня. Вот не побоюсь этого слова. Хотя, наверняка, как обычно, я сейчас сам себе накаркаю и откуда-нибудь из-за угла, как выбежат с десяток кибердемонов. А у меня один дробовик. Кстати, такого до сих пор не было ни в одном из ВАДов, которые я проходил. Хм. Думаю, рано или поздно мы это исправим. Вау. Иди повсюду, во тьме. Твою бать, что же мне делать? Наверное, всех их убить. Да, здесь даже особо не покосплеить. Хотя, вот это вот уже больше похоже на Дум. Смотрите-ка, мясище какое. О, вот ты от стаи отбился. Тебя надо убивать. Овощная люфтвафа атакует нас. Так что давайте-ка собьем эти помидорчики, чтобы они у нас не кидались плазмой. Опа. Знаете, я, конечно, не профессиональный повар. Однако могу сказать следующее. Что хороший помидор, это не тот, который вкусный, или не тот, который в меру зрелый. Хороший помидор, это тот, который не кидает в тебя плазменными сгустками с ехидной люпкой. Вот как-то вот так вот. Ой, голову импа снес на шесте. Тем временем продолжаем отстрел этой овощной авиации. И все равно получается довольно-таки размеренный геймплейчик, друзья мои. Вот так вот чпунь, 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 чпунь. И еще одного минуса нули. И еще одного. И тебя вылечим. И тебя вылечим. Даже ни одного хп... А нет, чуть-чуть хп они нам все-таки сняли. Это я погорячился слегонца. Ой, надо убираться отсюда, пока прибудет еще больше, говорит наш морпех. Да ладно уж. Мы и не с таким справлялись. Поэтому я думаю, что совместными усилиями мы с нашим Думгаем очистим этот остров от демонической скверны. Оба-на. Хм. Товарищ Апельсин. Привет. Ой! Ну? Блин. Я не виноват, что здесь лестница прогнила. Первая смерть произошла раньше, чем я думал, признаться. Не-е-е, комрады. Все-таки это Дум. И расслабляться тут нельзя ни на секунду. Потому что если тебя убьют не монстры, так лестница. С нее... Станется с этой лестницы. Опа. Что такое? Что-то у меня мышь чуть-чуть подбарахливает. Хоп. Хорошо. Перескочили. Хм. Впереди узкий мостик. Интересно. Воу! 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 Помидорчик. Пытался нас подловить. Видели, какой ехидный был кокосик? Кокосик от слова «какадема». Если кто не знает. Так зовут этих летающих симпатичных голов, не головок. Потому что с головками, я так чую, мы еще встретимся. Тем временем начинает светлеть. И кажется, что мы уже близки к выходу из этого подземелья, населенного демонами. Че это было? Что за... Что за... Эм. Какая-то турель, что ли, местная. Так. Меня закрыли. Ой! Опа! А вот это, друзья мои, уже повеселее. Смотрите-ка. На нас бегут террористы. А-а-а! Не надо кричать. Не надо так кричать. Господа террорист! Ну зачем же так бомбить? Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это уже даже крутого Сэма напоминает по атмосфере. Правда, крутой Сэм, насколько мне помнится. В пещерах в таких особо не лазил. Но, тем не менее, террористов там только так. Он щелкал. Хе. Глупые суицидники. Только пару раз смогли подорвать меня. А, так. Зацепило взрывной волной. Серьезно? На что ты надеялся? Походу, что демоны даже не готовились к нашему приходу. Потому что... Ну что это такое? Они... Слушайте, у меня даже есть такая теория. Походу, все эти помидорчики и колючие чудики сюда тоже отдыхать приехали. Ничего себе! Я думал, ты френдли. Кстати, кого он там избивал? Непонятно. Походу, там еще одна турель была. Да, вон она. Колбасная турель висит, блин. Здрасте. Просто ушел с текстуры парень от нашего хэдшота. Такс. Нет, это мы идем кругом, зато можем притырить патроны, которые я тут оставил. Полный боезапас, это всегда хорошо. Правда, я мог поступить более экономно. Ну да ладно. Не думаю, что сюда нам дадут вернуться. Так. Отлично. Походу, мы из этой пещерки-то и выбрались. Здравствуйте. Как ваш ничего? На тебе. И еще лови. Опа. И еще получай. Хе-хе-хе. Никакая овощная авиация меня не остановит. Вот так вот. Что это все? Какая-то новая броня у нас. Вы подобрали систему тотальдой брони. Стопроцентная защита. Боюсь спросить от чего? От кариеса? Ну что, давайте пока исследуем эти древние руины. Которые нам предлагают обсмотреть. И пока что я вижу здесь огромное количество бронированных шлемов. А потому давайте наденем их на себя, на голову, один на другой. Чтобы выглядеть стильно. Несмотря на то, что на этом острове никого нет. Ади повсюду, твое бать! Говорит наш герой. И действительно. К помидорной люфтваффе прибыло подкрепление небольшое. Но мне подкрепление не нужно. Я уже недавно поел. Опа! Так что давайте по-быстрому от этих ехидных помидоров избавимся. Пока они нам какие-нибудь проблемы не доставили. В виде парочки фаерболов по заднице. Вот так вот. Вот так вот. Что это с ним было? Походу я почти промазал первым выстрелом. Обычно они от двух ложатся только так. Еще чуть-чуть. И еще. И еще. Все. Укокошили и этих ребяток. Теперь давайте-ка подсоберем здесь патрончики. Если что найдем. Аптеки нам не нужны. Брони у нас навалом. О, еще патрончики. И в принципе давайте пока на этом первую серию будем закруглять. Потому что судя по небольшому опросу, который я провел среди друзей и подписчиков. Судя по нему, народ далеко не все настроены смотреть такие вот длинные видео, как у меня там бывало. По три часа. Прям как записи стримов. И поэтому я решил формат чуть-чуть подсокращать. Чтобы, так сказать, народу не надоедало в процессе. И, пожалуй, не знаю, даже по 15 минут, наверное, видео будут там по 20. Максимум полчаса. И на этой позитивной ноте давайте, пожалуй, с вами прощаться, дорогие зрители. С вами был Намах. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, оставляйте комментарии, если вам понравилось это видео. Всем спасибо еще раз. Удачи. И до новых встреч, друзья. Спасибо за просмотр.